Вообще, в целом? Да. В целом проект очень крутой. Чем тебе нравится проект? Своей, наверное, неординарностью, конечно, любой проект, любой конкурс должен в себе иметь такие составляющие, как участник и члены жюри. И, как правило, их бывает пять человек, может быть, семь. Здесь свое мнение высказывают сто экспертов из разных сфер музыки и творчества, то есть там и преподаватели, и композиторы, и музыканты из разных жанров. Поэтому это, мне кажется, намного интереснее. Скажи, тебе не утомительно слушать один, второй, третий, восьмой баттлы? Есть усталость? Ну, может быть, под конец уже, конечно, мы немного устаем, но если попадаешь еще со своими знакомыми, с коллегами рядышком, то ты друг друга подбадриваешь. Вот мы с Лене сидели, с Маркусом Ривой, рядом просто хохотари, хохотари. Да, я видела, видела. Да, и Ира, Олифер рядом с нами. То есть нам было реально очень круто, это очень важно. Но мне, например, не тяжело, то есть мне не тяжело выстоять, хотя большая работа, мы не один час снимаем, чтобы вы понимали. Я получаю удовольствие, потому что вот эта энергетика, мне это нравится, я привык находиться постоянно в таком движении. Много людей, да, нужно ждать, на что делать. Такая наша работа. Поняла тебя. Скажи, такой вопрос, в плейлисте твоем, вот топ-3 песни сегодня, сегодня что ты слушаешь? Топ-3 песни сегодня? Да, ну пусть это, вот самые любимые, да, вот ты садишься в машину, включаешь плейлист, что там? Так, давай сейчас скажу, давай так, я выберу, наверное, Кевин Харрис «Джиант», я очень люблю. Потом... Записывай. Да, подожди. Самый маленький гонорар. Самый маленький? Да. Я помню свой бесплатный гонорар. Может быть, с бартером тебе, ну, бесплатно, окей, мы все работали. Конечно, нет, да, когда-то начинал, это нормально вообще, да. Бритвами, там, или пеной, или грисяной. Слушай, ну, подарки давали, это было достаточно давно, но было такое, конечно, время, когда начинал, когда я пел просто бесплатно, потому что нужно было работать, нужно было на площадке приходить, то есть отрабатывать, наводить знакомства и, в общем, какой-то опыт, вот. Вот, ну, самый маленький, ну, это тяжело сказать, ну, говорю, либо подарки, ну, либо это было, наверное... Ну, подарки, хорошо, какие подарки, знаешь, тоже... Ну, давно это было, может, даже было, даже, слушай, даже было такое 50 евро, либо 100 евро, да, еще, потому что еще в Молдове работали. Ну, ты, кстати, называешь среднестатистическую зарплату музыканта сегодня в ресторане. Ну, я все же, ну, я, скажем так, выступал именно, то есть, на корпоративе, как уже артист и участник Евровидения, но это было много лет назад. Было много лет назад. То есть, я еще пробовал когда-то, там, на отбор, а сейчас же, ну, все по-другому, конечно. Окей, и последний вопрос. Как не пройдет. Какая-то, не знаю, ситуация, там, лажа на сцене, я не знаю, не ту ноту взял, забыл текст, упал. Ты падал на сцене? А, нет. Хоть я метр девяносто, у меня, в общем-то, наоборот, намного легче упасть. Началась, допустим, фонограмма, там плюс, записанный голос, а ты не успел открывать рот. Ну, вот что-то такое было. Фонограмма, у меня буквально недавно был такой прикол, я пел в Кремлевском дворце, вот недавно было мероприятие, и я выступал, пел песню «I will not surrender» из Евровидения, ну, с девятнадцатого года свою. И я просто вообще априори под плюс не люблю петь, но так сложилось. И я просто не мог вспомнить, где у меня заканчивается фраза, где она начинается, потому что в лайве я немного по-другому, я там затягиваю, я обрываю раньше. Да, ничего, просто думал, ну, уже как есть, так и есть, просто пел, ходила лево-право. Ну, и этот приемчик, знаешь, держишь микрофон вот так двумя руками. Не получается, не получается, потому что, ну, как-то неестественно получается. А потом, что еще бывало? Ну, конечно, может быть, такое ты выпил газировки, и ты тут поешь, и у тебя там прям… Да, это ужасно. Просто уберешь микрофон на секунду. Это секрет, это секрет. Да, ты уберешь микрофон на секунду, подышал, скажем так, выдохнул, вот, и все, и продолжаешь дальше работать. Вообще не проблема, даже если забыл текст, никогда не нужно стрессовать, потому что это неправильно. То есть всегда в шутку. Ты можешь закончить песню, даже об этом вот три минуты поговорить и поприкалываться. Ага, вы слышали, а там я сделал… Как бы уходить вот в такое, в юмор, и тогда никаких, мне кажется, проблем и последствий не будет.